Их главная задача обеспечить население теплом. О работе специалистов малых котельных в Ленске расскажет Елена Порыгина. Утро операторов и ремонтников малых котельных начинается с объезда вверенных им объектов. Прежде всего устраняются неполадки, если таковые имеются. Что случилось в киповском оборудовании, по электрике или слесаря что-то. Собираем бригаду, также выезжают, устраняем неполадки. В бригаде на выезд дежурный оператор, мастер контрольно-измерительных приборов и автоматов, мастер газового оборудования. У последнего с собой газоанализатор. Небольшой карманный прибор мгновенно засигнализирует, обнаружив утечку газа. Примерно он работает так. Сейчас покажем на примере зажигалки. То есть, в принципе, тот же самый газ у нас. Сейчас, секундочку. Сработало показание газа, что наличие газа имеется в воздухе. Также мы заходим на котельную, если где-то имеется утечка газа, то он нам скажет. Ежедневно проводится запуск резервных котлов. Это обязательное мероприятие. Без запуска котел может стоять только трое суток. А дальше его эксплуатировать будет нельзя. Только после специальной проверки технической защиты блокировок резервные котлы всегда должны быть готовы к работе. Допустим, если один сломался, у меня есть резервный. Я запущу второй. И будет тепло, будет горячая вода. Ольга Ведяева работает на котельных уже шесть лет. Много обучалась. И теперь она профессиональный оператор газовых котельных. Все малые котельные, в том числе и в микрорайоне Алроса, автоматизированы, проверяются на месте трижды в смену. В остальное время бригада находится в диспетчерском пункте. Это рабочее место оператора. Автоматизированный пульт управления малыми котельными. На мониторах отражается работа каждой котельной в отдельности. А это рабочее место диспетчера. Именно сюда стекается вся информация работы предприятия в целом. Некоторые прогнозы уже обещают температуры в зимний период ниже нормы. Но для малых котельных Ленск эта разница нипочем. Оборудование в норме, за пультом управления профессионалы. Елена Порыгина, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова